Восстановлен после пожара. Такой теперь крыша Покров. Летом в доме номер 60 на Северном Власихинском крыша сгорела полностью. Город выделил 11 миллионов из резервного фонда. А подрядчик должен был закончить работы уже к 1 октября. И действительно, задача номер один – спасти нас от дождя – это задача выполнена. Но если мы поднимемся на крышу, то мы на крыше увидим, что шлак до сегодняшнего дня не убран. Работы затянулись, потому что шлака оказалось больше, чем предполагали. Он остался влажным от воды пожарных и осадков. Поэтому, если его не убрать сейчас, он, по словам жителей, сработает уже не как утеплитель. На морозе крыша моментально промерзнет. И это еще не все проблемы. Если карниза не будет, то там вот такое отверстие будет. И мы понимаем, что снег, ветер, он может сюда залетать, и здесь опять все мокрое будет. 1 октября закончить работы не удалось. Но на встрече с журналистами и жильцами 4 октября власти вместе с подрядчиком пообещали закончить через две недели. То есть сегодня, когда остается еще выносить шлак мешками, укладывать утеплитель, закреплять ветровые доски. Наша редакция пока ждет официального ответа на вопрос, сколько еще нужно времени, чтобы полностью подготовить крышу к зиме. Мороз-то не ждет. Илья Кчетков, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.